Специальный докладчик ООН по правам мигрантов Франсуа Крипо сказал, что договор между ЕС и Турцией по беженцам не может разрешить миграционный кризис в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в ходе пятидневного визита в Грецию. По его словам, соглашение идёт в разрез с правами человека, позволяя, например, помещать в тюремное заключение детей мигрантов. «В Европе ситуация такова, что там не приняты долгосрочные законы в отношении мигрантов, которые бы не нарушали права человека, которые бы включали все аспекты миграции и защиты беженцев». Крипо – профессор права Канадского университета. Он отметил, что Евросоюзу необходима стратегия на несколько десятилетий вперёд. Он также выделил некоторые распространённые проблемы, с которыми сталкиваются мигранты. Среди них недостаток информации о статусе и документах, тюремное заключение детей с их семьями в неподходящих условиях и переполненные центры содержания. В пятницу Европейская служба охраны внешних границ Frontex сообщила, что число мигрантов, прибывающих в Грецию по морю, в апреле сократилось на 90%. Это может быть знаком того, что соглашение между ЕС и Турцией приносит первые плоды. Согласно договору, мигранты, которые не соответствуют требованиям на получение статуса беженца, подлежат депортации в Турцию. Взамен Европа обещает принимать тысячи сирийских беженцев напрямую из турецких лагерей, а также предоставить Анкаре финансовую поддержку и отменить визовый режим.